Игорь, а скажи, что происходит, когда человек не закрывает какие-то, если это можно выразиться, гештальт истории в своей жизни? Гештальт — это так психологи выражаются, потому что есть направление даже гештальт-терапии. Обычным языком это просто незакрытые хотелки. Это те вещи, которые ты хотел когда-то, и тебе казалось, что это недоступно. У меня таких хотелок было очень много, и сейчас я их начинаю закрывать потихоньку, потому что появляется возможность, но даже маленькие закрытые гештальты, они тебе дают возможность здорово прыгнуть вперёд. То есть и в отношениях, и в достатке, и в работе. То есть оно даёт тебе сил, наверное, двигаться вперёд, энергию даёт. Но многие люди, получается, они как-то зажимают для себя, и всю жизнь могут годами хотеть купить что-то и бояться себе купить это. Это потому что работа над собой внутренне, это очень важно принять. Потому что бывает так, что тебе кажется, что это точно не для тебя, и это капец как дорого, и столько стоить не может какая-то вещь. И поэтому периодически, каждый раз, когда ты выходишь на новый уровень дохода, тебе надо позволять себе более дорогие вещи, чтобы для тебя эта сумма становилась нормой. Это раз. Второе, когда, знаете, есть ещё такое выражение, такая фраза, если у тебя в детстве не было велосипеда, и ты потом, когда вырос и купил себе джип, у тебя всё равно в детстве не было велосипеда, что бы ты ни делал, ты не вернёшься в детство. Но если ты хотел в детстве велосипед такой же, как у соседнего мальчика, но у тебя не было возможности или у родителей, то я бы рекомендовал бы всё равно купить этот велосипед именно точно такой же, который ты хотел, и закрыть эту хотелку. Хотя бы просто поставить его куда-нибудь. Поставить, чтобы он стоял. У меня-то гитара стоит дома, потому что у меня было желание научиться играть на гитаре, потому что есть возраст, когда все за гитару хватаются, и в тот период у нас дома не было гитары. А я очень сильно хотел, я как-то пришёл к другу, а у него была семья вся музыкальная, у них там пианино, дамбра, там гитара стояла, и он вынес акустическую гитару эстрадную, и я понял, что я такую гитару хочу. И когда у меня вот... В прошлом году я купил такую гитару, я тупо взял самую дорогую гитару, которая была в магазине именно акустическая эстрадная, точно такую же. И просто вот что-то внутри как-то отпустилось. Она просто сейчас стоит вся в пыли, я играть на гитаре не умею, но она у меня есть, и я к этому вопросу больше не возвращаюсь. То есть это те незавершённости, которые были тогда из прошлого. А что происходит, когда человек... Таких историй много, и таких вот хотелок много, и вот он их не закрывает. Это на физическом уровне как-то может проявиться? На физическом не проявляется, проявляется на степени твоих доходов и удовлетворённости жизнью. Наверное, так. Всё хуже и хуже, да, могут доходить. Просто ты себя не хвалил, да, ты заработал-работал, и ты же работаешь для того, чтобы себе что-то там как-то похвалить. И ты себя не хвалишь, не хвалишь, и в какой-то момент психика говорит, ну, значит, ему не надо. И всё. И ты от этих хотелок отходишь. Завершённые гештальты высвобождают огромное количество энергии, которую, ну, вот ты на это тратил. Тебе кажется, что, ну, ничего страшного, но психика, она, подсознание, она работает всё равно. Что ты этого хотел, у тебя этого не было. Значит, ты, помимо гитары, у меня ещё не было, там ещё что-то там привязалось к этой гитаре, и машина, и там, и туфли, ну, и какие-то вещи. И поэтому гештальты надо закрывать, особенно тому поколению, у которого вот моего возраста люди сейчас, да, потому что мы зацепили период развала Советского Союза, когда денег вообще не было. Ну, в стране просто не так случилось, что вообще ничего не было. И в этот период очень много забилось установок, ну, бедного человека, да, или как там. Мы всегда, мы выживали. У нас была психология выжить, а не жить. А не жить. И поэтому эту психологию очень сложно ломать сегодня, когда уже кажется, и экономика, и страна, она вообще другая. И вроде деньги появились, а в голове всё равно сидит установка, что денег мало там или нет, или надо экономить, да, то есть, ну, такое. Поэтому эти хотелки надо закрывать, и потихоньку психика начнёт раскрываться. А, то есть, как ты говоришь, да, нейронные связи рвутся. Нейронные связи рвутся, да. Или вот ты, допустим, ты когда-то решил, что тебе это недоступно, допустим, ты этот гешталь закрыл, и у тебя это открывается, не только там с этой вещью, а ещё много чего. Оно просто ломается, и всё. Прикольно. А расскажи мне про какие-то вот твои ещё гештальт истории, например, связанные, когда у тебя была, может быть, трудная молодость. У меня вот такой яркий гештальт, который вот я в нём сейчас сижу прям, да, в них прям сижу. Было так обидно, что они такие неудобные, если честно. Знаешь, я их растаскивал два месяца. Я думал, что когда покупаешь дорогую вещь, то она прям сразу комфортная. У меня был момент в жизни, когда я был женат тогда, и у меня должна была родиться дочка, вот эта, да, и я зарабатывал деньги очень тяжело. У меня зарплата была около 300 долларов, и я работал администратором в Силква-Сити, да. По-моему, 300 долларов, может, 400 долларов была зарплата. Я работал два дня в день, два дня в ночь, два дня в выходных. То есть я не успевал перестать, я вообще не спал. Это до психоза я полтора года там проработал. Но и так как семья появилась, дети появились, я вот эти там 300 долларов, ну, я не знаю, мы питались вообще капец. Ну, тогда очень тяжело было финансово, и я всё, детей, ребёнка надо было, и супруги. То ты один жил на эти деньги, а теперь нас трое, да, вдруг. И у меня туфли, подмётка сточилась так, вот эта вот, где вот эта подушечка, там была сквозная дырка на обоих туфлях. Это было ужасно, и было незаметно летом, но было заметно тогда, когда шли дожди. Сейчас поймёшь, про чё говорю, потому что ты шёл босиком по лужам, и вода затекала в туфли, и когда ты заходил в здание и шёл, ты шёл как водяной. Уборщицы не понимали, почему после меня идут следы водяные. А ты сейчас всё куэй работаешь. Да, водянистые, представляешь? И ты заходишь, и где-то метров 20, за тобой следы воды. Прямо следы, ну, от туфлей водяные такие. И они не понимали. И в один из таких дней, когда было очень холодно, тогда было между осенью и летом, там где-то сентябрь, может, этот. Я пришёл и поднялся на второй этаж Силкла-Сити, и там был бутик итальянской обуви, и, видать, хозяину бутика нечего было делать. Я проходил, и там были туфли такой в разрезе. Я думаю, блин, даже вот в разрезе, и он весь кожаный, там вся подошва, несколько слоёв. А, он специально хотел показать, да? Бренд такой, они разрезаны, и там показывают, как он сделан весь туфель. Я думаю, блин, какие туфли кайфовые. И он начал что-то мне рассказывать. Я три часа простоял, слушал какие-то хорошие туфли. И он сказал, что ваш шеф входит в таких, только он меня всегда покупает. Потом я пришёл на другую работу, я ещё видел у другого шефа, они в этих туфлях ходили. Два года назад я про эти туфли вспомнил, да, то есть, это же было, и я как бы вроде забыл. Но в какой-то момент я сидел, приехал в Москве, и тренинг отменился. И я сидел и думаю, наверное, ну, и был дождь. И я вспомнил эту ситуацию, когда я ходил, и вот прям по асфальту ногами, я позвонил супруге в Алмату, и я говорю, ты знаешь, помнишь, вот там был, сходи в Силквей, найди их. Она их нашла, но они эти туфли больше не завозили, этого бренда не было. Потом прошёл ещё год, и вот в этом году, в мае, по-моему, не в мае, может, в марте, ну, короче, или летом, вот в этом, я в Москве был, провёл тренинг, и когда гулял, я зашёл в Московский сити, и иду, и представляешь, витрина, и вот эта туфель стоит в разрезе. Я просто обалдел вообще. Я подошёл, зашёл в бутик, там какой-то навороченный бутик, там что-то там всё там, овсянка сэр, это оказался английский бренд, и они единственные, кто вот свой туфель так режет. Офигеть. Ну, что показать, да, да. Я зашёл, и я выбрал ту модель, которую я тогда смотрел, и они там были. А она, получается, из года в год одна и та же классика. Это классика, да. Это там, кто знает, это Оксфорд, я их называю, да. И они мне принесли, я одел, и они были пять раз. Такой сэр, да, сразу почувствовался. Да, и я говорю, и когда мне сказали цену, меня немножко так, ну, встряхануло, потому что даже на сегодняшний день для меня нету, у меня не было обуви за такую цену, да, меня немножко проколбасило, если честно. Я спросил цену, они сказали, я вышел из будика, я спросил, да, скольки работают, они сказали, да, в десяти вечера, а это было там в семь или шесть часов. И ты думал все это? Я ходил там, всё мучился, мучился часа три, потом я думаю, это же гештальт, это же, я же людей учу завершать это. Да, да. А сам хожу, вот, ну, знаешь, голову морочу. Да, да. Я пришёл, эта женщина, она ещё такая, знаешь, она так торгует, ну, вы можете подумать, прийти завтра ещё. Она тебя не грузит, она тебе говорит, ну, подумайте, она понимает, что для туслей это, ну, дорого, и не каждый может как бы. И я пришёл, я говорю, давайте ещё раз, я ещё раз померил, заплатил денег, и оказалось, что надо делать профилактику ещё. Оказывается, там кожаная подошва, на неё надо наклеивать ещё там что-то. Это целый, короче, там танцы с бубном надо устраивать, а сам ты их начистить не можешь, их надо обязательно в салон отдавать. Ну, короче, каких-то… обувь, которая не на один год, то есть она… Говорят, лет на пять, но дело не в этом. Тебе кажется, ну, я всегда думал, что дорогие вещи, от них меньше геморроя, Да, да. Ты пришёл, заплатил, одел и пошёл. На самом деле, такая обувь, ну, среднего сегмента, ты где одел, и плевать на форму, там, на что-то. А здесь оказалось так, я потом с них ещё профилактику делал, привёз их сюда, сапожника еле как нашёл, если бы не в фейсбук, да, то есть, и так я закрыл. Я растаптывал их всё лето, два месяца, ну, три месяца, мне их хватило сил, да и ходить только до аэропорта, и с аэропорта до дома. И что ты чувствовал тогда? Я ничего не чувствовал, они давили со всех сторон, у меня мозоли в кровь, кровь текла прям этот, я потом начал, ума хватило, начал клеить пластыри, и потом одевать, и ходить, и всё равно мозоли сходили, но на шестой или на седьмой раз я почувствовал, что кажется всё. А это так должно было быть, или это как? Это технология производства, я так понял, там по памяти сейчас воспроизвожу, то, что говорил хозяин того бутика, там в подошве, вот предпоследний слой, он из пробкового дерева, и то есть должно пройти время, чтобы это пробковое дерево, подошва отсела под твою ногу, и пока она форму ноги не примет, короче, входить в них невозможно. Это так интересно, это получается... Это твоя индивидуальная стопа получается. Офигеть, поэтому она так ценится ещё плюс ко всему. Они очень долговечные говорят, ну, в общем, посмотрим, что будет, но сейчас, когда она разносилась, это просто тапочки. Ну, они вроде тяжёлые, но очень удобные. Надо, то есть такой обуви у тебя ещё не было? Такого не... Ощущения в обуви? Нет, не было ещё таки. То есть ты не жалеешь, что столько мучился в кровь? Я думаю, что когда эти износятся, я не знаю, что потом будет, но... Это точно для сильных мужчин. Я закрыл свой гештальт, и это даёт больше такого... Потому что, видишь, ты как будто ты стал... Наступить. Это было... Тогда было это где-то за горизонтом, сегодня ты понимаешь, что ты этого горизонта достиг. Очень часто так бывает, что твои мечты, которые были в 20 лет, в 40, ты уже можешь их исполнить, но тебе всё равно кажется, что это ещё невозможно. И когда ты узнаёшь реальную цену, то, оказывается, уже лет 5 мог как давно их себе купить. Понимаешь? То есть поэтому гештальты очень важно закрывать вот эти, чтобы ты такие, знаешь, как делаешь, как будто зарубки. Вот до этого до сюда дошёл, до сюда дошёл, ещё дошёл, ещё дошёл. Но мой путь, он начался поздно, в том плане, что я нашёл себя или как-то вот своё дело всего там лет 5, хотя мне 40 уже, да, и я начал двигаться там в 35, ну, в 33 где-то что-то этот, и где-то в 35-36 я начал уже сам двигать. И я поздно начал. И на самом деле очень много, ну, это такой старт, такой уже более-менее в зрелом возрасте, наверное, да. И поэтому сейчас я тороплюсь свои гештальты закрывать, у меня ощущение, что я должен успеть ещё, ещё, ещё. И поэтому я свои гештальты какие-то закрываю. Я ищу. Я сам ищу, где у меня ничего не закрыто. Но они же ещё и появляются по ходу дела. Они в основном все оттуда. Да? Они все формируются ещё когда… Они формируются тогда, когда ты чего-то себе не мог позволить. Человек, который мог себе позволить всегда всё, у него, я не думаю, что у него какие-то гештальты вообще должны быть. У него, наверное, какие-то нематериальные гештальты, наверное. Скорее всего, да. Ну, я могу предположить, но, наверное, да. То есть то, что для тебя гештальт, для него это… Ну, такое… У него это всегда было, да? Ну, то есть… Да-да-да-да. А вот я тоже, знаешь, такую интересную теорию слышала, что почему, допустим, ребёнку надо с детства покупать что-то дорогое, даже если он ещё не понимает, что это дорогое, чтобы когда он вырос, вот этих гештальтов не было, и у него не было вот этого сознания бедняка и так далее. У него будет… Да? У него будут свои гештальты, они будут отличаться от личных твоих, ты навесишь им свои всё равно. Ну, свои или у него свои появятся. Да-да-да-да. Социум всё равно создаст. Да-да-да. То есть это особого значения не имеет. Ты можешь быть богат, но ты захочешь за именитости, допустим. Ты можешь быть, ну, то есть очень богатый, захотеть остров и не сможешь позволить себе. Ну, то есть вот эта человеческая натура, она не имеет, мне кажется, преград таких каких-то. И поэтому человек, у которого амбиции низкие, он не понимает человека, у которого амбиции большие. А ещё я такую теорию от тебя интересную слышала. Вот, допустим, ты советовал какому-то мужчине, вот если ты хочешь купить дом большой, то представь, что в этом доме что-то такое для тебя самое, такое интересное. Это, видишь, это визуализация, и она у меня срабатывала несколько раз. То есть когда я хотел купить машину, я купил очки солнцезащитные, которые, я говорил, они будут лежать вот здесь. И через полгода я купил ту машину, которую я хотел. То есть у меня друг купил машину, я к нему сел в машину, и мне понравились вот эти вот очки, и там куда ложат. И я представил, что я купил очки вот именно вот, и когда я купил машину, они у меня там, я не знаю, лет 7 лежали, эти очки я пользовался. То есть можно даже думать не о большом доме, а какой-то… Ты хотя бы что-то маленький шаг ты должен сделать. Потому что 98% – это намерение твоё, и 2% – это делание. Да-да-да. Понимаешь? То есть если ты хочешь там выйти замуж, познакомься с 20 парнями там на улице, я не знаю, там попроси тебя кофе угостить. Если ты хочешь жениться, да, тоже коммуницируй, там поди там, подари там 20 цветков там 20 женщинам, которые тебе нравятся, да. То есть ты должен сделать шаг навстречу Вселенной, ты должен сказать, что я хочу. Это как тот анекдот, помнишь? Когда в рай попал мужчина и сказал, ты мне Бог не помогал, да, я там был бедный, я всё время тебя просила, он говорит, ну что ты хоть лотерейный билет не купил? Да-да. Из этой серии. И поэтому эти… Ну вот это из той серии. И поэтому твой, допустим, незавершённый гештальт – это те 2%, которые ты не шагнул. И они могут тебя держать, сегодня зарабатывать. Из-за этого ты не можешь, возможно, позволить себе что-то ещё. Но ещё это отсутствие мотивации, да, наверное, тоже мотивацию сбивает. Смотри, все сейчас ищут мотивацию и энергию, да, спрашивают, откуда столько энергии, как вы столько работаете. Есть понимание, ты должен чётко осознать, ну опять о мере ответственности поговорим, ты должен чётко понять, что то, где ты сейчас находишься, это твоих рук дело. Это не правительство виновата, не родители виноваты, это ты, придёт осознание того, что это я. Потом ты осознаешь, где ты находишься и в какой ситуации, нравится она тебе или не нравится. И ты должен себе сформировать то, где ты хочешь находиться. И это будет находиться где-то далеко от того состояния, которое ты сейчас. И чем больше разница потенциалов, то есть чем твоя амбиция выше, и чем меньше то, что ты имеешь, тем выше энергетика. Энергия возникает на разнице потенциалов, и тогда ты отсюда идёшь туда вперёд. Ты быстро хочешь прийти сюда. Да-да-да-да. И всё будет сдвигаться туда, чтобы вся вселенная тебе будет помогать для того, чтобы ты достиг своих целей и мечтей. А если чем меньше амбиции, то ты можешь и растягивать это удовольствие, тянуть. У тебя ничего неохота, у тебя заниженное это, ты не можешь проснуться, ты не можешь заснуть потом, у тебя депрессия. Это из-за того, что у тебя нет мечты и целей, которые ты бы реально хотел. Просто многие сидят и говорят, я бы хотел, конечно, было бы неплохо. Ты должен реально захотеть чего-то большого, и всё должно двигаться к тому, к достижению твоего. Ты должен всё сфокусироваться и направить на достижение своей цели. Не надо слушать людей, особенно друзей, особенно родителей. У тебя не получится, да ты с ума сошёл, да зачем тебе это надо. То есть ты должен сфокусироваться на том конкретно, что ты хочешь, и идти своей дорогой. Причём я заметила, чем больше людей против, тем реально потом это выстреливает. Видишь, чем больше людей против, тем больше ты хочешь доказать, что они неправы. И если твоя сила сильнее, чем их, то ты обязательно докажешь, что ты можешь. И всё. Скажи, а какой был твой первый гештальт, который тебе сложнее всего дался? Точнее, или тот, который тебе сложнее всего дался? Ну вот помимо. Смотри, гештальт, гештальты, они обычно закрываются легко. То есть, когда ты их осознаёшь, ты уже можешь их позволить в основном. Есть вещи, которые называются вот стрейч, растяжки. И растяжки, они сложно даются всегда. То есть, это то, что я вот в прямых эфирах и некоторым людям советую, но я вас прошу, без тренера это не подбирайте, потому что это будут деньги на ветер. То есть, он должен найти, тренер в тебе или ты сам, вещь такую, которую ты не мог себе позволить никогда. Твоё сознание должно всё быть против. Ты будешь себя убеждать, что в принципе меня эта вещь не вставляет, там, она настолько не стоит или ещё что-то, да? То есть, мозг будет против. И тренер должен увидеть это со стороны и заставить это купить. И когда ты это покупаешь, у тебя происходит упадок сил, у тебя происходит непонимание вообще чего, у тебя изменённое сознание, тебя тошнит, тебя рвёт, тебе плохо, тебе охота плакать, но ты не можешь. Ты думаешь, сколько бы было я просрал, да? Можно было что-то полезное купить? Да, и, к сожалению, если это, и колбасня продолжается где-то от трёх до семи дней. Это любая растяжка, это она самая, она прям болезненная. Если её угадали, я себе так угадывал два раза, и болел я одинаково, первый раз, что второго. Разницы никакой нет. А интересно, что это за вещи были? Разница в суммах, это часы были. То есть разница в цене, но я просто предупреждаю, если ты хочешь растянуться, потренировать себя, то первая вещь, вот она там будет какой-то там суммы, допустим, там 100 баксов, то следующая вещь, она должна быть в 10 раз дороже, то есть уже должна быть, ну, в 15-20 раз дороже. Где-то уже должно быть полторы-две тысячи долларов. То есть если полторы-две тысячи долларов, то 15-20 тысяч долларов. И поэтому каждая растяжка, она к тебе приводит к ужасу. У тебя в голове эрор, ошибка вообще. Ты когда это делаешь, мозг вообще ничего не понимает. У тебя организм весь бастует. Я когда в последний раз ходил, я из бутика с деньгами убегал 6 раз. Я не мог себе купить, я не мог достать и купить, я не мог деньги эти отдать. Офигеть. Потому что мне казалось, что это дохрена. Кто-то отбирает у тебя как будто. Как будто ты совершаешь самый тупой в жизни поступок. Понимаешь? Ты же много можешь рациональных вещей за эту сумму купить. И ощущение, что ты просто взял и отдал. Ты думаешь, лучше бы я на спасение уссурийского тигра и тебе не отдал, чем себе вот такие вещи покупать. Или там пожертвовал бы в какой-то дом или еще. Ну, то есть всякие. А что скрывается? Вскрываются какие-то установки или что? Есть вещи, которые вот, ты допустим, в голове психики, да? Есть вещи, которые ты не можешь себе позволить. Ну, тебе так кажется. Ага. И ты себе не позволяешь, не позволяешь. И когда ты такую вещь покупаешь, у тебя многое, что недозволенного внутри, просто рушится. и помимо там этой вещи, там неважно, там часы, украшения или что-то это должно быть, у тебя открывается путешествие, у тебя открываются дома, машины, люди идут. То есть у тебя энергетика меняется, у тебя все раскрывается, и это окупается. Это окупается ужасно быстро. Я тебе говорю, вот такие вещи, когда ты покупаешь, они окупаются, причем, знаешь, дешевые вещи окупаются дольше. Ага. У тебя есть твоя зона комфорта, в которой ты зарабатываешь, там, допустим, там 2000 долларов, там, или там, ну, пусть две будут, да. Ты берешь, и ты в этой зоне комфорта, тебе ништяк, да, и ты думаешь, блин, у меня застой, что бы сделать, там, это, да. Ты берешь эти 2000 долларов, допустим, покупаешь себе, там, серьги, или там, кольцо, или там, туфли за 2000 долларов, ну, их найти еще надо, но, не знаю, наверное, есть, если, плохо. Дня три у тебя сожаления, у тебя, желание быстро сбагрить, куда-нибудь. Нет, у тебя охота умереть, потому что ты, ты вышел из зоны комфорта, ты потратил за рамками своей дозволенности внутри. Но, вот эти 2000 долларов, ты восстановишь первые же две недели, знаешь из-за чего? Из страха, потому что у тебя нет этой двушки. И ты, твоя психика, она направит всю энергию на то, чтобы восстановить статус-квоза. И ты вернешь себе эти 2000 долларов, и сядешь. И когда ты посчитаешь, скажешь, бля, я же раньше за 4 недели зарабатывала 2000, а сейчас я заработал за одну. То есть нужно постоянно себе что-то такое позволять? Постоянно, я не знаю, потому что моя психика удерживает один раз в полтора-два года, и я больше не могу. То есть, видишь, мне же 40 лет уже, да, и у меня много установок, и советских, и постсоветских. И их очень сложно сдвигать и ломать. И поэтому я себя немножко жалею. А я вас сегодня подумала, когда ты говорила про фронтальный погрузчик, я подумала, что это тоже для тебя может быть какая-то... Я просто с этим сталкивался. Я же сам инженер, и я торговал этой строительной техникой. И честно, не хотел бы ты до этого сказать. Там очень... Ну, в общем, там есть моменты, которые... Неправда. Но это и не твое желание, это же все-таки больше, да, желание, это прям хотелка, которая не принесет тебе деньги. Я просто это просчитывал, и оно такое... Там не так все радужно. Да. Ну вот смотри, получается, это та хотелка, которая не принесет тебе ни денег, ничего, просто удовлетворит твое что-то такое. Это не хотелка, смотри, растяжка. Это вещь, которая бесполезная и очень дорогая. А она в смысле никак не может быть? Это предмет роскоши. Это если... Это знаешь как? Если ты не можешь себе позволить Бентли, то ты можешь... Ну, ты можешь... Ты должен себе позволить хотя бы часы. Если не часы, то туфли того человека, который на этом Бентли ездит, в твоем понимании. Ну вот смотри, главное, чтобы это было не в кредит. Это нет, это такие вещи не делаются в кредит. Вот, 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 потому что вот часто же слышишь, там, я не знаю, там, очень бедные люди там живут в ужасных условиях, но покупают себе там iPhone в кредит и потом еще хуже. Это же вообще из другой серии. Это из другой, это не должно быть в кредит. Смотри, когда ты покупаешь предметы роскоши в кредит, Ну, допустим, я не знаю iPhone, насколько это роскошь, у всех разные, свои эти представления, но мое понимание покупок, если ты это делаешь для того, чтобы себя растянуть и как-то потренировать, ты, допустим, вот, там, сейчас вот этот самый дорогой iPhone, где-то в районе 2000 долларов стоит, ты берешь его, допустим, ты берешь его, допустим, в кредит на год, там, по 100 долларов, да, там, или сколько там, ну, по 200 баксов, допустим, ты берешь, ты удешевляешь психологически эту вещь с 2000 до 200 долларов в месяц. И вот этого разрыва в голове не происходит. Да, да, да. Понимаешь? То есть, 2000 долларов сразу, мозг взрывает просто. Да, да, да. Но 200 баксов в месяц, оно никак не шелохнется нигде. Поэтому, для того, чтобы это была тренировка и небесполезная трата денег, ты должен себе, ну, порвать. А в основном, телефоны, которые берутся в кредит, мне кажется, должны ломаться или теряться, или вороваться. То есть, потому что человек эту вещь не может себе позволить психологически, и он ее заберет. То есть, кредит это вообще лучше никак, да? Кредит я бы рекомендовал для бизнеса, когда в оборот, но и не рекомендовал бы, когда это, ну, вот просто нажили-были, не стоит вообще. Да, да, да. Потому что, очень многие же бизнесмены, тот же Макдональдс, да, заложил свой дом, взял кредит и раскрутился, но и быстро вернул. А, это другое. Это другое. Он в бизнес вложил дом. Он взял, продал дом и вложил в бизнес, и это немножко другое. А когда ты берешь ипотеку, сидишь на зарплате, это совершенно другое дело. Понимаешь? То есть, он рискнул, он сжег мосты, и у него не было шансов куда-то отступить. И это все равно было для бизнеса, а не для... Но это тоже своего рода растяжка, вот как ты говоришь, не было шансов, ему нужно было вернуть. Нет, нет, вот смотри, ты должен себе поставить ситуацию, в основном успешные кейсы бизнесовые, когда у тебя не было другой возможности, как просто, ну, просто сделать и все. Со мной то же самое было. Вот когда настал момент, что мне пришлось просто делиться, мы работали там вдвоем с другом, и в какой-то момент он сказал, я, короче, больше не буду, и мне пришлось быстро найти вот этот офис, купить эти стулья, и с этого началось у меня самостоятельное вообще... Я ему очень сильно благодарен, что он меня как-то высвободил, что-то... Отпустил, да, тебя? Ну, здорово. Спасибо большое за беседу, Игорь. Спасибо. Всем удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok